Ну что ж, всем дня доброго, уважаемые друзья и товарищи, и как вы видите, у меня очередная посылка с очередным картриджем для NES Famicom, ну или, как правильно у нас называют её, Дэнди. Значит, это картридж с игрой 7-й Тохи, то есть это порт 7-й Тохи на консоли Дэнди. Ладно, не будем тянуть кота, а пожалуй начнём с скрытия. Ну что ж, посылку я распаковал, вот он картридж перед вами. Как я и говорил, это порт игры для консоли Дэнди с Famicom, это 7-я часть Тохо. И вот в таком вот оформлении у нас картридж выглядит, то есть это у нас голубой корпус вот такой вот. Никогда, кстати, мне вот такие вот картриджи с голубыми корпусами не попадались, обычно либо жёлтые, либо оранжевые, либо чёрные попадались. Леткий случай был, когда мне розовый, розовый картридж попался, то есть картридж с розовым корпусом попался мне. А тут вон, аж в голубом цвете. Но, как говорится, то картриджи покупал, говорится, поговаривают, что попадались ими вот такие вот даже в голубом окрасе корпусы. Ладно, сейчас посмотрим, что внутри у нас картриджа, на какой платке вся эта игра была, точнее порт этой седьмой части был залит. Ну что ж, извлёк я, значит, платку из её корпуса, извлекал я платку из корпуса с помощью вот такой вот отвертки. Пытался аккуратненько я её, так сказать, расковырять, вскрыть, но аккуратненько не получилось, как бы я и не старался. Царапины и вмятина всё-таки на корпусе оставил, но благо то, что хоть заглушки не повредил. А то, как в предыдущий раз, когда вытаскивал платку с игрой Триазурмастер из её корпуса, одну заглушку я там всё-таки умудрился сломать. Да. Ну да ладно. Значит, у нас вот такая вот платка, на которой вот эта вот игра, порт седьмой тоху для Денди был залит. То есть, как видите, спереди у нас тут присутствуют три микросхемы, ну или две из них, наверное, всё скорее флэш-памяти. Ну и вот такая вот чёрная капля, называемая компастором. Ну, как вы помните, мы её привыкли называть просто чёрной каплей. Это спереди. Сзади тут вообще ничего нету, то есть сзади всё пусто. Вот так вот получается. Ну и что-то мне подсказывает игра, либо на вот этих вот микрухах залито, флэш-кариках и всё такое. Либо же она вот здесь хранится. Ну а третья микросхема не знаю, для чего предназначена. В общем, где-то так. Либо она под компастором игра залита, либо на микросхемы разбита две. Ну да ладно. Сейчас мы всё это дело обратно запакуем и протестируем на консоли. Ну что ж, картридж я вставил в китайский кон японского фамикома. И сейчас мы с вами посмотрим, как картридж на воде вот этот хер поведёт. Угу. В этой Си-Легионе вроде как нормально запустился. Так, здесь на выбор нам три игробельных персонажа дают. Насколько я помню. И каждый со своим набором. То есть у нас здесь есть Рэйму, Малисо и Сакуя. Да. Ну, Ромка бы у меня сам есть. Там аж три штуки у меня. Там, по-моему, альфа, бета и, по-моему, как я понял, финалка. Получается. Давайте Малису. То есть я просто-напросто напоминаю, это порт седьмой части Тохи на консоль Денге. Так, ладно. Здесь у нас работает. То есть, как я уже говорил, у меня есть три Рома с этой игрой. Три их версии. Альфа, бета и, по-моему, как я понял, финальная версия. Здесь всё, скорее, наверное, финальная версия. Но сейчас мы этот картридж, извините меня, ребята, запустим на вот эту вот консоли. И посмотрим, как он себя в Пау-Легионе поведёт. Ну что ж, картридж я оставил в консоль Денге 8-бит. И сейчас с вами будем проверять. Так. Так, который из вас? Этот, по-моему, первый. Ага. Запустилась тоже. И музыка здесь помедленнее играет, чем, опять же, вот на этом. То есть то же самое. То есть, в НТС-Легионе музыка играет нормально, а в Пау-Легионе музыка всегда будет замедляться. Кстати, предлагали мне как-то кварц перепаять с Пау-Легионом на НТС-Легион. Но не знаю, как говорится, это потом буду смотреть я. Может быть, перепаяю, а может и нет. Пока у меня настроения нет перепаивать. Так, ладно. Значит, как говорится, запустился он у нас, получается. И вроде как работает. Но единственное, как только говорю, музыка здесь помедленнее работает. На этой консоли она нормально, как бы, музыка играет. Давайте, рейму возьмем. То есть, как бы, получается, порт здесь нормально запустился. Угу. Угу. Упс. Получил пизделики. Ну да ладно. Ну, значит, запустился он у меня. Но единственное, только отличие музыка. Медленная игра, в отличие от вот этой вот консоли. Ну, а теперь посмотрим, как себя поведет ром на Магистр Титан 2. Но, прежде чем я эти ромы залью на флешку и запущу их на консоли Магистр Титан 2, я вам сейчас их покажу. Так, вот. Первая у нас это альфа-версия вот этой вот игры. То есть, видите, здесь титульник совсем другой в альфа-версии, чем ее финальной и бета-версии. То есть, здесь показывают персонажей, все шесть персонажей, то есть, Рейму, Малиса и Сакуя. Но они показывают, с каким набором оружия они будут выступать. Это я напоминаю альфа-версии игры. И здесь всего, по-моему, 2-3 уровня доступно. Ладно. Так, вот это у нас бета-версия. То есть, здесь титульник уже другой, и здесь, судя по описанию, как я понял, Крому, здесь всего 4 уровня уже доступно. Ну и здесь уже показывают, с какими оружиями персонажи будут выступать. С каким набором. Ну и музыка уже играет по-другому. То есть, у нас это бета-версия, получается. Ну и сейчас я вам покажу уже полную версию. Вот она. Вот. Так, что на картридже. Здесь уже у нас доступны все уровни. То есть, я ее как бы уже проходил. То есть, та самая игра, что на картридже присутствует. Судя по разработчику, который ее портировал, точнее, извините, ребята. Он сказал, что это, точнее, в описании, сказал, что это финальная версия. Уже. Со всеми уровнями и со всеми климочками порт. Да. Вот так вот получается. Упс. То есть, как я уже говорил, три версии присутствуют. Альфа, бета и финальная версия. Ну что ж, ладно. Сейчас я все это дело буду на SSD флешку заливать и запускать на консоли. Ну что ж, а теперь эту же игру мы запустим в виде рома для вот этой вот консоли. Titan Magister 2. Как я напоминаю, у меня три версии рома. Альфа, бета и релизная версия игры. Сейчас я вам их покажу. Но заодно проверим, как они себя на Magister Titan 2 поведут. Так, Games. Деньги. Так, они у меня внизу. Блять, пролистал. Так. Вот это у нас альфа версия. Сейчас альфу с вами запустим. То есть, в отличие от всех остальных, тут в альфа версии титульник совсем другой, как вы видите. Те же персонажи, но только не показывают, с каким набором оружия они будут взаимодействовать. То есть, какое оружие им дается. Ну и музыка здесь немного по-другому играет. Вот так вот. И здесь, по-моему, всего три уровня доступно в альфа версии. Или два. Не помню, что там в описании было написано, к которому рому. Ладно. Давайте бетку запустим. А вот в бете там уже титульник совсем другой. Поближе к релизной версии, скажем так. Ну и там, вроде как я понял, доступны всего четыре уровня. Так, вот оно с бета версии 0.9. То есть, видите, в отличие от альфа версии, здесь уже другой титульник. И здесь уже показывают, с каким набором оружия будут персонажи выступать. Ну и музыка уже другая играет. Как в релизной версии. Ну что ж, бетка у нас запустилась. Давайте теперь релизную посмотрим, как релизная себя поведет. В релизной там уже все уровни доступны. Ну и как продавец мне сказал, говорит, он, говорит, типа полную версию на картридж залил. То есть, я с продавцом переписывался, уточнял, какая версия на картридже. Он мне говорит, все, все, говорит, полная версия. Финальная. Хотя от разработчика ни слуха, ни духу, вот этого вот хомблю игры, точнее порта вот этого игры. Ну, вроде как, типа, автор вот этого порта заявил, что он полностью игру портировал. Так, стоп. Че, не хочешь, что ли, запускаться? О-о-о. Ну, ребята, такое бывает. Он, не все ромы эта консоль запускает. То есть, не только ромы от Денди, но и от Сеги не все даже ромы может запускать. Ну, как-то вот так вот получается. Ну, значит, как говорится, картридж рабочий, запустился на всех двух консолях. Единственное, тут только прикол, его ром с финальной версии почему-то не запустился на этой консоли. Альфа и бета нормально запустились. Ну, на эмуляторе компьютера, как говорится, все три рома нормально, конечно, работают. Вот как-то вот так все, ребята, вот как-то так получается.